Добрый вечер, дорогие друзья! Мы вас приветствуем на матче между командами Oscars и Energy Sticks. С вами Иван. Собственно говоря, сегодня будет матч первого круга, как я понимаю, между командами, которые идут на втором и третьем месте, соответственно. То есть Energy Sticks идет на втором месте, Oscars идет на третьем. Но у Oscars на две игры меньше. Давайте немного о составах. Николас, Санчес, Джокер и Хаул играют за Energy Sticks. Они в синей форме. Ньюби, Деката, Панда и Егорка играют за Оскаров. Они в красной форме. Поскольку турнир достаточно разобщенный и с достаточно разным набором игроков в командах, соответственно, как вы видите, даже Егорка играет за Оскаров. Скажем так, арендованный игрок в составе Оскар. Оскар сыграют красными, как я уже сказал. На воротах Energy Sticks наверняка будет Хаул. На воротах Оскаров, старичок, Лидия, Ньюби. И бессменный игрок Оскаров, Ньюби. Стартовое выбрасывание. Energy Sticks завладели шайбой Ника пробирается по центру. Бросок прям буквально с первых секунд с центра поля, но шайба просто попала в клюшку Ньюби, а тот выбросил ее куда подальше. Панда и со своих ворот начинает атаку. Отдает поперечную передачу на Деката. Деката передача на Егорку. Вперед. Ну там Хоул, я думаю, будет первый. Да, он успевает выбить шайбу. Правда, шайба отскочила к Деката, который не смог попасть по воротам. Панда снова будет разгонять атаку от своих ворот. Егорка. Егорка опасную игру затеял. Тут Санчес его накрывает и между прочим сумел он блокировать этот бросок и еще неизвестно кто шайбой будет владеть после этого единоборства, но все-таки она оказалась у Ньюби, который очень хорошо отдает на Деката, который принимает шайбу. Перед ним только Джокер. Посмотрим, что сделает Деката, но лишнее движение было, конечно, он начал уходить снова вправо, а Джокер ждал, там клюшка его уже была на льду, соответственно, как мы увидели, потеряли шайбу игроки красной команды. Контратака, Ника, Панда остался позади, Ника, он очень владает хорошим дриблингом, ищет возможности, но вот сейчас я накаркал, но смотрите, какой бросок со средней дистанции и шайба просто попала в штангу. Повезло, повезло сейчас игрокам Оскарс, очень точный бросок Ника низом, но каркас ворот вручает, на этот раз Ньюби. Хоул на Джокера, Джокер задумался, что ты потерял шайбу, Деката у него его отнял, Деката попытался сразу отдать на пятак, но, видимо, не глянул на мини-карту, соответственно, шайба осталась у игроков синей команды. Ника на опасной позиции, вот передача на пятак, но шайба перескативает клюшку Джокера, очень хорошая атака, но, да, Джокер извиняется перед своим партнером, который выдал очень хорошую передачу, а вот на этот раз уже Деката отправлял шайбу буквально с нескольких метров по воротам и попал в крестовину ворот Хоула, отличный момент у игроков красной команды и могли сейчас открывать счет Оскара. Юби что-то тут заковырялся, задумался и отдал шайбу точно на клюшку Санчеса. Деката в третий раз за сегодняшний уже первый период пытается прорваться вперед, но снова его останавливает Джокер. Деката продолжает владеть шайбой, там Егорка ждет передачу, Егорка, кстати, пока за первые три минуты игры вообще не заметен, пару раз всего лишь там повладел шайбой, в атаке больше блещет, ну как блещет, более активен сейчас Деката. Санчес на ударной позиции бросок и Ньюби даже не среагировал на этот бросок, после передачи Ника Санчес открывает счет в этой игре 1-0 две минуты до окончания первого периода. Вбрасывание с Ника на левом фланге, ой, какой неприятный бросок, и Ньюби не смог ничего сделать с этим броском, мог, наверное, сделать, но все-таки Ника таким затяжным дальним броском отправил вторую шайбу в ворота Оскарс. 2-0 в пользу Энерджи Стикс. Шайба летает сейчас по по зоне красной команды, это достаточно опасная ситуация, она может в данный момент отлететь куда угодно, а Ника Ника ее еще смог укротить, блестяще сыграно, повел ее обратно, будет пытаться разворачиваться, вот такой наброс на пятак, правда, тут Деката уже ждал, соответственно, шайба. Все-таки сейчас снова оказалось у игроков синей команды, Санчес пытался сделать в одно касание на Никаса, но ни к чему это не привело. Ника, ой, какая ошибка, это была ошибка Панды, благо он сам ее исправил. Вот тут выходит Деката один на один, ну, то есть не Деката, тут вообще что-то запутались игроки красной команды, Панда вел шайбу, мог отдавать передачу, Деката его не понял, почему-то начал сближаться с Пандой, а Панда уже и потом и сам потерял шайбу, и на этом момент был окончен, хотя потенциально это было очень опасно. Панда, его прессингует Санчес, Панда ловко на паузе убрал он Санчеса, сам начинает атаку, вот такой заброс в надежде на то, что там Деката перед Хоулом сможет подставить клюшку, Ника снова в очередной раз пытается прорваться сквозь редуты оборонительные Оскаров и вот так вот пытался то ли бросок, то ли передача, ну, вероятно, это был все-таки бросок, такой хитрый, пытался под клюшкой Ньюби прокинуть шайбу, но либо Ньюби, Оскарс был на стороже. И вот сейчас отличная скидка в исполнении Деката, а Егорка не смог реализовать такой отличный момент и счет остался прежним. Ну что ж, 2-0 после первого периода. По моментам, пожалуй, равный счет по моментам. Я бы не сказал бы, что ЕНС очень много атаковал. Было, конечно, пару очень опасных моментов, но обе команды, скажем так, создали равное количество голевых шансов для себя, однако ЕНС их реализовали чуть лучше. Ну, даже можно вспомнить бросок Декатов в крестовину или когда Панда там немножко заковырялся и не отдал передачу на все того же Деката, который мог убегать один на один. Ну что ж, посмотрим, как будет развиваться игра дальше. Если Оскар продолжит как-то атаковать, то голы должны прийти рано или поздно, но пока ЕНС держит игроков красной команды в их зоне, ошибается Егорка, Джотер на ударной позиции, перекладина, очень опасный момент, хороший хлесткий бросок, и Ньюби вряд ли тут смог бы что-нибудь поделать, если бы шайба полетела в створ. Ника борется, Ника против всех, я сказал бы здесь Егорка с Пандой пытаются разобраться кому же нужно шайбу оставить. Панда обхитрил немножко тут Ника передача бестолковая передача, с другой стороны шайба остается у Егорки, который непонятно сделал то ли пас, то ли передачу, то ли что-то вообще непонятное. Панда Егор Егор протискивается, но у него тут уже конечно вариантов не было, просто потому что никто не открылся и сложно было тут что-либо предпринять. Ох, Панда накрывает Хоула, Хоулу надо быть поосторожнее, но вряд ли он успеет на эту шайбу. Да, так и оказалось, Санчес просто в подкате, так по футбольному, скажем, выбивает эту шайбу из-под клюшки, и бросок, и Ника вдаль не метил, бросил на неудобной высоте для вратаря, но попал в штангу. Еще один каркас ворот от игроков синей команды. Деката третий раз пытается пройти сквозь Джокера, и на третий раз ему все-таки это удается. Он обвел все-таки последнего защитника синей команды и отправил шайбу мимо Хоула. 2-1 сокращается разрыв, так что все еще впереди. Ну вот, какая отличная передача от Ника. Санчес обходит и ну, что-то он совсем как-то тут клюло сыграл, даже не довел в общем момент до конца, и тут еще шайбу потерял, хотя мог еще и попробовать добить. Надо было, конечно, дальше шайбу вводить, раз уж начал обводить вратаря. Вот там, мне кажется, пространства для маневра было просто куча для такого финта. Ну, что было, что уже закончилось, счет должен был, конечно, сейчас становиться 3-1 уже. Деката. Деката. Снова, нет, на этот раз Санчес против него просто дали бросок низом, ну, скорее, это для проверки вратаря, на месте он или нет. Собственно говоря, холл показывает, что он вполне себе в порядке. Ника. Из центра развивается атака. Ника, отличный дриблинг, проходит дальше, бросок, и просто чудом каким-то сейчас шайба не залетает в ворота. По-моему, сложно отсюда судить. Либо Ньюби все-таки сумел ее отбить, и шайба потом опять снова попала в перекладину. В общем, момент был очень огненный. Еще один бросок, но это скорее такой неудачный бросок, и передача обратно на Санчеса, который не попадает по шайбе, но шайба, правда, там скакала очень неудобно. Бросок с острого угла, с разворота. Не ожидали игроки Оскаров такого поворота, и, собственно говоря, снова было опасно. Но снова разрядка такая небольшая для Оскаров. Прижали игроки синие команды Оскаров, и сложно пока сейчас обороняться. Может быть, стоит уповать на контратаке, вот тем более такой мастер, как Егор, сейчас отдают передачу очень неплохую на Панду. С левой руки, правда, бросок, ну, просто, слишком просто для Хоула в данном случае. Ну, понятно, что с левой руки сложно иногда поднять шайбу, не очень удобная позиция для броска. Так что счет остается прежним. Панда. Нет, он не успевает пиры на шайбу, скорее, это ошибка Ньюби, который тут все-таки, получается, на Ника отдал передачу. И еще один наброс. Ну, вот, выбил шайбу, но Джокер ее подхватил, дальний бросок, и Ньюби снова не спас свою команду. 3-1 в пользу Energy Sticks. Нужно что-то менять ребятам, конечно, в красных свитерах. Дальний бросок мимо, и мне кажется, Ньюби тут снова бы не достал, если бы точнехонько шайба полетела в створ. Ника снова там борется в одного, но мне кажется, сейчас слегка опрометчиво игроки ЕНС, прошу прощения, там не Ника был, Ника как раз сзади остался, наверное, там Санчес все-таки оказался. Опрометчиво немножко пошли игроки синей команды вперед, и вот сейчас едва не привезли себе опасную контратаку, а вот вторая атака, и кто же там не отправил шайбу, это Егор, это был Егор, не попал он, к сожалению, для игроков Оскарс. Вдаль не угрнул, но вот сейчас Егор прорвался просто как бычара, просто прорвался и просто попал в хоула, от хоула шайба отскочила в штангу, и вот момент закончился ничем, к сожалению, для игроков Оскарс. 3-1 в общем сохраняется паритет такой же как и после первого периода во втором периоде команды просто обменялись забитыми шайбами. Все еще ничего не решено про ДНС во втором периоде поинтереснее смотрелись откровенно говоря больше атак, но Оскаром можно попробовать их ловить на том, что они иногда забывают об обороне. Вот видите, смотрите, сколько столпилось игроков, вот сейчас если бы Ника не принял, не принял бы эту шайбу, это просто было бы один на один. В любом случае смотрите, видите, они вдвоем полезли и сразу же получают два в одного против Джокера, который сегодня проиграл единоборство против Деката. Деката правда сейчас сзади обходит Панда всех и ну что ж такое, это где завершающий бросок. Уже был такой один момент у Панды в игре против Альянса. Если я ничего не путаю, а вот сейчас Деката очень грубую ошибку допускает. Ника обычно такие реализовывает и на этот раз да, со второй попытки он отправляет шайбу все-таки в ворота. 4-1. Да, момент у Панды был великолепный, чтобы сократить отставание в счете, но Ника потом воспользовался уже ошибкой Деката. Ну что ж, 4-1. Сейчас положение Оскар стало вообще угрожающим. Деката опять рвется в одного и ну снова вправо влево. и шайбу потерял и не бросил. Жаль. Жаль. Панда. Панда передача видимо на Егорку это полупередача полубросок такой прострел скажем так перпендикулярный воротом был. Деката передача и снова очень опасно но Панда тут успел не дать Джокеру убежать один в один. Юбя будет первый на шайбе. Егорка наверняка сейчас завладеет шайбой. Хорошо сейчас хорошо расположились игроки ЕНС закрыли всех а вот как раз Оскары плохо расположились и некому было в общем-то отдавать передача на пятак бросок и там Юбе что-то неимоверное творит Ника не смог реализовать этот момент хотя там нужно было конечно пятую отправлять Панда Санчес блокирует второй шанс Панды Панда решает вот так крадочить пролезть по бортику Панда на ударной позиции не смог его тут остановить Ника но все-таки корпусом он его немножко толкнул так что в какой-то мере принесло это свои плоды этот отбор так что момент упущен но Оскар продолжают владеть шайбой им надо забивать трижды за две минуты бросок с неудобной руки мимо ворот там еще шайба в клюшку кому-то попало Санчес меняет меняет очень быстро Ньюби отбивает перед собой но со вторым добиванием он справляется 4-1 так пока счет и остается Панда Панда лезет вперед неплохо пролез можно дать на Егора или самому бросить я бы уж сам бросал затянул затянул надо было раньше передачу отдавать либо уже бросать Джокер промахивается по шайбе Деката Деката по правому флангу отдает передачу не очень может супер но все равно принял шайбу Панда и отправил сильно выше ворот Деката отличный треугольник разыгрывают и Джокер блокирует этот бросок очень здорово Ника похоже он отправляет пятую шайбу в ворот Оскаров добивания 5-1 в пользу игроков синей команды пожалуй эту игру уже Оскары проиграли вот так что я думаю стоит морально уже готовиться игрокам красной команды ко второй игре Ньюбин передача Егор принимает ну да достаточно сейчас плотно стали у себя в зоне играть ЕНС соответственно учитывая что Оскары сейчас что-то не очень скоростно играют но вот сейчас наконец-то Егорка отправил свою шайбу в ворота 5-2 уже не такой крупный счет с передачи Деката как я помню и снова еще один момент Егорка бросок на этот раз хоул по-моему первый раз за эту встречу он вступает в игру так серьезно именно с сейвом таким сложным хоул выбрасывает шайбу ну что тут 30 секунд осталось конечно зачем искать Energy Sticks приключения себе на на остаток встреч а вот Ньюби видимо решил поискать этих приключений отдал передачу на Санчеса а потом Санчес отдал на Никаса на пустые ворота и там уже с 4 или с 5 попытки Никас отправил шестую шайбу в ворота Оскаров 6-2 видимо игра так и завершится если конечно сейчас либо Деката не ошибется либо он не бросит каким-нибудь сумасшедшим броском ну что ж первый матч закончился очень неприятным поражением и положением и поражением для игроков Оскарс вот сейчас Панда забивает после уже свистка соответственно как бы было бы было бы неплохо если Панда забивал бы такие все-таки в игре это было бы гораздо полезнее ну что ж 6-2 мы ожидаем каких-то видимо что же 6-2 «Самбурс» «Самбурс»